Я тебя не подведу. Бабру его только подвезти. Ремонтный супербот. Вот наш выбор. Просветительница ерунда. Молодая жрица ерунда. Конечно мы возьмем машину вместо девочек. Ну, 3-2 за 2. Адекватные характеристики, в отличии от 2-3 за 3. 7-7, ну его нафиг. Блок, наш выбор. Конечно, крошер. Шаттер Сан. Элементарный выбор здесь. Агрессивный ползун. Тоже довольно простой выбор. Крупостеление нам не нужен. Ни с чем не комбиться. Лидер рейда муть. Глава культа. Опять же, слишком простой выбор, потому что две другие карты, ну совсем не в какие ворота. Черепаха. Да, скорее всего. Батл Края есть, поэтому Властелин Путины нет. Взрыв, фраза моды точно нет. Ну, черепаху можно летить, но крести это неплохо. Миншайстер, опять же, просто все. Что-то нету трудных выборов у нас здесь. Бомбер или вулканический дракон. Ну, кстати, вот это, да, действительно, что-то, какая-то конкуренция. Наверное, я возьму Бомбера. Зачем у меня вулканический дракон? Он какой-то такой себе. Не сильно-то, как бы, ХП много, лечить его особо не получается. Лучше я буду занимать стол раньше, чем я дракона выводить. Давай. Худшая карта Мекана Усилитель. Ну, плести она мало, что делает, как правило, Рыцарь Крови уже намного лучше. Но Небесный Голем топ. Небесного Голема и берем. Йети. Да, три двойки из десяти карт, из одиннадцати карт, ладно. Это вполне нормально. Гном техник. Неплохо, конечно, но лучше еще один механизм взять подремонтного супербота. Смайт. Йети. Пантера или Контроль Разума? Я думаю, я возьму Контроль Разума. У меня пока нету слишком много лейтов. Вообще маловато. Конечно, хотелось бы взять тройку. Тройка-то тоже у меня. Одна Шаттерсан. Но ладно. Контроль Разума вперед. Учительница магии или воскрешение? С одной стороны, мне не сильно нужна четверка. С другой стороны, воскрешение мне тоже не сильно надо. Ну что, три-два воскресит. Ну, как-то так. Может, что-то отсюда воскресить, что не очень здорово будет. И, наверное, все же воскрешение будет, но я не знаю. Давайте мы оценим. Кварист. Здесь вот. Резурек 52. Валаттичер 66. Ну, наверное, наверное. Наверное, действительно стоит взять Валаттичер. Не сильно под нее заклинание, но смайт есть. Уже неплохо, вроде бы. Валаттичер монетка смайт вообще здорово. Такая комбинация. Ладно, да, давай. Уминшастер или Клерка. Довольно трудный выбор. У нас есть культ под какой-то дроу. Под Уминшастера, ну, пока ничего больше особо не заходит. Нет, ни Каблошану Преста, ни Пейнов никаких. Ну, конечно, если я сейчас взгляну на тир-лист, то мне скажут, что Клерка лучше. 78. Шелингмайстер 72. Ну, как-то я это не сильно этому доверяю, скажу вам честно. Ну, ладно, есть смайт, есть шатерсан Клерка для Клерки Северо-Земья. Ну, да. Возьму ее, наверное. Давай. По драконам у нас ноль. Драконов нету. Ну, возьму Варген тогда. Предлагали одного Вулканика Дрэка, но... Все равно ерунда. Манипулятор. Да, довольно простой манипулятор. Элементарный храмовый боец. Зарабасики вперед. Конечно, Рыцарь Кровью. Хоп Гоблин, да, может с Клеркой сочетаться, но это, по сути, все. Еще один Шрингмастер. Давай. Шрингмастер здорово, но коли новым мастхэв на арене в последнее время. Да, я без нее ужасно страдал. Я его возьму, конечно. Танк Паук или Смерть. Да, вот это трудный выбор, потому что, с одной стороны, Танк Паук отлично заходит. У меня троек не так много, у меня есть синергии на механизмах, у меня... Ну, вообще, конечно, Танк Паук здорово. Однако, убирать один ДЕС, он все же очень-очень крутой. Да, вот он ДЕС, 74, Спайдер Танк, 72. Ммм... Ладно, я возьму один ДЕС. Все же уже 22 карты есть. Вероятность того, что придет второй, я думаю, что не такая высокая, поэтому... Один ДЕС, он желателен. Еще один Кросшер, с удовольствием. Сид, топ. Второй контроль разума. Или раздражатор. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, можно и Саунс, на самом деле, взять, но нет. Саунс, лучшая карта, на мой взгляд. Просто, опять же, раздражатор я могу забафать с помощью Шаттер Саны, и... Два, три, это уже что-то. Один, два, это, конечно, очень слабо. Ну, плюс таунт какой-никакой. Таунт их у меня один, да, пока. Ну, да, ну, да. Нет, конечно, контроль разума намного сильнее, однако мне, в принципе, и хватает лейта. Да, и двойка мало. А, ну, плюс комбинация с Рыцарем Крови, что тоже неплохо. Да, давай раздражатор возьмем. Мекана сборщик в эту колоду очень хорошо заходит. Чем ли Сектант лучше, чем Хит? Это крутейшая карта, но это слишком сильнее. Еще один трясиный ползун. Ну, можно, на самом деле, круг исцеления здесь взять уже, учитывая, что и Клерка есть, и... И вроде как бы жирные ребята есть у нас, но нет, давай ползуна. Больше таунтов. Ошаревший подрывник. Да, довольно простой выбор здесь. Что сказать по колоде? Колода хорошая получилась. В конце вот еще две двойки поднабрали, и здорово. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь стартовых карт плюс Майт поддержка. Троечки есть. Четверки хорошие. Лейт неплохой, да, тоже хороший, можно сказать. Два ползуна, ну, не очень сильные, но ладно. То есть есть и Холинова, есть и Дес, нету, правда. Пейна, конечно, желает, хотелось бы его иметь в колоде. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, колода очень сильная, я считаю, получилась у нас. Вперед за 12. Вперед за 12. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...